Газонные ограждения Описание разновидности, как установить. Газонные ограждения или ландшафтные обрамления в настоящее время не считаются диковинкой. Ими можно оформить придомовую территорию парковой зоны в городах. В садах и на дачах они являются неотъемлемой частью ландшафта участка, его визуальной границей. Ориентируясь на функциональные возможности той или иной ограды, можно придумать ее форму, подобрать необходимые материалы, приступать к реализации идеи. Ограды для газонов и клумб классифицируются по следующим признакам – функциональность материала изготовления, метод установки. Функциональные возможности Ограда облегчает уход из-за отведенной территории грядкой-клумбой, газоном. Является сдерживающим фактором, не дающим разрастаться сорной траве. Во дворах ограждение газонов позволяет предотвратить вытаптывание посеянной газонной травки. Сдерживает грунт, особенно на участках с уклоном, не дает ему смываться и сползать во время дождей. Обеспечивает рациональный подход в поливе ограниченной территории. Ограничивает грызунов в коре, если это ограждение сделано вокруг деревьев. Газонные ограждения Выбирая материал для ограждения, в первую очередь, необходимо ориентироваться на степень надежности и долговечности. По степени надежности и другим качествам первое место занимают ограждения для газонов металлические. Внешний вид изделия из металла может быть различный, выполненный из профильной недорогой нержавеющей стали или элитный сварной вариант. Выполненный ковкой или литьем Вид у элитного варианта презентабельный. Элегантно стильно выглядят кованые ограждения. Литые конструкции выглядят величественно, выполненные из чугуна, могут прослужить многим поколениям домочадцев при должном уходе. Стальные конструкции выглядят легкими, особенно выполненные ковкой. Они имеют продолжительный срок службы и прекрасную прочность. Если забор выполнен из секций, он легко может быть перенесен на другую территорию. Цветовое решение зависит от того, где установлены металлические ограждения для клумб и газонов. При необходимости всегда можно изменить цвет ограды, улучшив тем самым эстетическое восприятие газона. Обратите внимание, металлические конструкции подвержены коррозии, поэтому следует обновлять антикоррозийное покрытие поверхности ограды. От того, какое назначение имеет конструкция оградки, зависит ее внешний вид. Например, сварные конструкции выполняются из профильных труб разного сечения. В готовом варианте дополняются узорами из геометрических фигур. Стандартный секционный размер 0,6 х 2 метра профильная труба, входящая в секцию, может иметь различное сечение 15 на 15 мм, 20 на 20 мм, 25 на 25 мм, 30 на 30 мм, 40-х 20 мм. Готовые секции либо сваривают между собой и вбивают в землю двумя крайними столбами, либо вбивают в землю по секциям. Альтернативным материалом привычных деревянных или металлических газонных ограждений являются пластиковые заборчики, которые обладают уникальными качествами. Они не подвержены коррозии, как и погодным условиям, легки в монтаже, удобны при транспортировке. В цветовом решении они также не проигрывают металлическим и деревянным ограждениям. Их можно покрасить в любой необходимый цвет. Чтобы продлить срок службы пластиковых заборчиков, опытные садоводы и дачники рекомендуют убирать их на зиму в закрытые помещения, находящиеся на участке. Пластиковые заборчики бордюры для газонов Бордюры для газонов можно сделать из различных материалов, даже самых неожиданных. Многие умельцы, которые любят делать все своими руками, для этих целей используют пластиковую посуду, бутылки, покрышки, виниловые. Пластинки, стеклянные бутылки, природные камни, кирпичи. Конечно, такие оформления зональными разделителями цветников и газонов смотрятся оригинально. Если говорить о долговечности таких бордюров, они для хозяев участков больше ценные не как долговечные, а как оригинальные на данный. Момент в ландшафтном дизайне. Пришедшие в негодность части таких ограждений легко заменяются другими. Наряду с самодельными бордюрами промышленность выпускает так называемый газонный бордюр пластиковый, который имеет ряд преимуществ. Он представляет собой вид бордюрной ленты, которая за счет своей гибкости может принимать любую форму. При изготовлении такой бордюрной ленты использовались новые технологии в производстве бордюров. Для установки ленты нет необходимости копать транши или проводить подготовительную работу для установки, достаточно углубить ее в землю. Обратите внимание, устанавливая бордюрную ленту на участке, если она не предназначена для поднятых грядок, необходимо делать по высоте небольшой запас, чтобы, случайно наступив на ее край, не повредить ленту. От большой нагрузки она может поломаться. Бордюрная лента служит украшением участка, также при ее помощи можно формировать на дворовой территории приподнятые грядки. Или можно отделить земельные границы от проложенных по участку тротуарных плиток, а также газонных решеток, а бордюром для которых может также служить лента. Установка ограждений и бордюров. Есть стационарные и переносные или съемные металлические ограждения. Обычно стационарные ограждения используют для постоянных полисадников и стационарных грядок. Высота таких заграждений не превышает 50-70 сантиметров. Металлические конструкции крепятся к стойкам, которые, в свою очередь, бетонируются в земле. Установка ограждений и бордюров. Если конструкции ограждений деревянные, установка их простая, но такой недостаток, как подверженность. Дерево гниению предусматривает ряд мер для предотвращения его. Чтобы не пришлось часто менять деревянную изгородь, дерево покрывается специальными пропитками, лаками и красками. Это может быть чистокол из невысоких бревен или брусьев с заостренным низом для удобного вбивания в землю. Установка пластиковых ограждений самая легкая. С установкой на участке заборчика из пластика справится один человек. Обычно вместе с реализуемым товаром, в данном случае пластиковым ограждением, дается инструкция по сборке и установке. Оформление края газона. Выбор стиля в ландшафте зависит от предпочтений и возможностей владельцев дачного участка или сада. Например, регулярный стиль с выдержанным безупречным вкусом требует оформления газонов декоративными металлическими оградами из ковки. Или литья и плотного однородного мощения дорожек. Средиземноморский стиль подчеркивается сочетанием оформления края газона в природном камнем и вомощинами морской галькой дорожками. Деревенский стиль самый простой в реализации. Это могут быть декоративные заграждения из ивы деревянного штакетника. Существует много вариантов газонных ограждений, но гармоничным ландшафт будет смотреться, если соблюсти единство стиля в различных элементах декора дачи или садового участка.